Ребятки, день добрый. В Китае так много новых автомобилей, что просто глаза разбегаются. Шведско-китайская компания Link&Co давно на рынке и давно мелькает перед глазами. Но согласитесь, значок Link&Co кажется как-то громоздко и несуразно. Именно поэтому я вообще про этот бренд никогда не думал и, наверное, и не приехал бы его обозревать, если бы не автомобили Zikar 001. Это чисто электрическое направление этой компании Link&Co. На самом деле, действительно не хватает времени обозревать все китайские машины, потому что они выходят чуть ли не каждый день. Когда я увидел Zikar, по-честному, он меня ошарашил тем, что они предлагают за те деньги, которые он стоит. Я решил дать шанс компании Link&Co. Перед нами сегодня высокотехнологичный гибрид за очень интересную цену. Давайте разбираться. Редактор субтитров А.Семкин Фары здесь тоже непростые, матричные. И когда вечером они обнаруживают на обочине человека, они автоматически накидывают на него дальний свет для безопасности. Автомобиль представлен в пяти цветах на выбор и отделка салона в четырех цветах на выбор. Так, у нас две с половиной тонны снаряженной массы, утопленные ручки, очень тяжелая дверь, двойное стекло. Это мягкий пластик, натуральная строчка, это пластик, это алькантара, это кожа Napa. Хорошо собрано все. 14 спикеров от компании Bose. Это все пластик. Еще один спикер, память сидений. Мягкий пластик, натуральная строчка, пластик. Это кожа Napa. Все здесь внутри обтянуто Napa. Пластик, руль Napa, кожзам, мягкий пластик, Napa, Napa строчка и сидения комбинированные. Алькантара, алькантара и Napa. Есть массаж, есть вентиляция, есть подогревы. Ребят, что скажете про этот дизайн? Рисовал бывший главный дизайнер компании Bentley, которая теперь работает на китайцев и рисует для Lincoln Co, для Zikr, для Geely и для Volvo. Это все одна корпорация, напомню. Посмотрите, как он здесь все сделал. Так добротно, такие классные материалы, так все плотно сделано, ни скрипа, ничего. Очень дорого смотрится. За эти деньги это просто какой-то нереальный космос. Смотрите, как они грамотно сделали. Эта часть вся из пластика, но они сделали ее матовой, и она очень дорого смотрится. Здесь два подстаканника, рычаг коробки передач в виде джойстика. Очень прикольно нажимается, не люфтит, не хрустит, мягенько так добротно сделали. Кнопки тоже хорошо, тоже хорошо нажимаются. Сюда вывели громкость, и это правильно. Здесь различные молды, drive mode, кнопка start-stop. Подлокотник широкий и такой, как надо. Внутри, обтянут тканью, есть три зарядки. Здесь находится беспроводная зарядка. Руль довольно-таки симпатичный, по размеру самый средний. Эта часть сенсорная внутри кнопки. Здесь находится Face ID, узнает водителя, подвигает под него сидушку, дает ему доступ к мультимедии. На Face ID можно зарегистрировать и других людей, и раздать им уровни доступа. Кто-то может пользоваться мультимедией, но не может водить автомобиль, кто-то может водить автомобиль, но не пользоваться мультимедией, кто-то может все, или не может ничего. Ребята, собрали очень хорошо. Ничего, ничего нигде не скрипит. Фантастика. Еще одна ниша, обтянутая тканью. Регулировка фар, багажник, бензобак. Имеется продвинутый Head-Up Display с навигацией. Сзади дверь тоже тяжелая. Если там очень тяжелая, то здесь, конечно, полегче, но она и по размеру меньше. Здесь есть шторка. Отделка. Дверная карта такая же, как и передняя. Хорошо собрали. Пластик. И заднее сидение внутри Napa, по бокам Алькантара. Но здесь нет массажа и нет вентиляции. Здесь только подогрев. Третий ряд только подогрев тоже. 187 сантиметров роста. Сел за самим собой. Перед коленом чуть больше кулака. Над головой два кулака. Сидеть удобно. Есть подлокотник. Регулируется по высоте. Офигенная тачка. Просто офигенная. Как они за 60 тысяч это дают? Китайцы меня, понимаете, да, я обозреваю эти машины. Они выходят все новые и новые. Они стараются между собой. Они тоже воюют. Они не только с немцами воюют. Японцев, корейцев вообще уже там они перешагнули. Они даже о них не думают. И ничего даже, как некоторые пишут в комментариях, это скопировано у Тойоты. У кого копировать? Я общаюсь с этими менеджерами. Японцев и корейцев для них вообще не существует больше. Они сегодня с немцами воюют. И они об этом говорят официально. У немцев, возможно, и копируют. Но никак не у японцев и тем более не у корейцев. Так. Отвлекся, извините. Здесь у меня есть воздух. Здесь у меня есть воздух. Это обтянуто тканью. Вся, ну, не алькантара и не микрофибра. Просто ткань черная. Здесь сенсор, но работает хорошо. Прикольный дизайн сзади. Матовый пластик. Хорошо смотрится. И приятный на ощупь. Воздух механический. Есть ниша. Есть две зарядки. Если сложить третий ряд сидений, получится 530 литров. Ниша. Есть колонки. Есть лампочка. Крючок. Кстати, третий ряд сидений вот так складывается. Для третьего ряда сидений есть воздух. Есть подстаканник. И это тоже кожа NAPA. Краш-тест. Ну, так. Не очень больно. Нормально. Колеса R20. Тормоза дисковые, вентилируемые. Здесь у нас сенсорное управление климатом. Очень прикольная тактильная отдача. Классный дизайн, конечно. И все так хорошо. Дорого смотрится. И дорого трогается. Так. Хорошо нажимается. 12 дюймов. 12 дюймов. Разрешение HD. Очень сочная картинка. Давайте поподробнее про этот дисплей. Он на андроиде. 128 гигов память. Можно смотреть фильмы. Безлимитный интернет. Обалденный звук. Просто обалденный. 14 колонок от Bose. Это круто. В общем, все как у всех. Есть голосовой помощник. Сейчас дадим ему пару команд. И на тест-драйв. Здесь очень продвинутый голосовой помощник. Практически как у HiFiX. Можно даже поболтать с ним. И даже попросить его купить билеты. Хай, Сяолин. Хай, Лин Хо. Ни гамма? Хай, Лин Хо. Да, кай зои Тонфон. Хай, Лин Хо. Ло Ху, зэмма зоу. Так, хорошо. Передложила маршруты. Хай, Лин Хо. Хай. Закрыла окно. Так, ну хорошо. Тест-драйв. Тест-драйв. Знаете, что хочется отметить? Обычно я ругаю китайские машины, особенно новейшие китайские эти электрокары, за то, что не всегда удобно сидеть. Напихивают кучу электроники, сумасшедшие спортивные показатели, отделку салона, шумоизоляция. Ну понятно, немерено денег вбухивают. Все это есть, но опыта в построении водительского сидения все-таки не хватает. Но, так как это все-таки швед и сидение настраивали Вольво, все-таки за китайские деньги сделали все по начинке на высшем уровне и посадка тоже очень удобная. Каждый раз, когда я хочу купить автомобиль, выходит новый, а выходят они, как вы поняли, практически каждый день, который круче предыдущего. Пока что этот автомобиль, это, наверное, самый интересный для меня вариант. Потому что я точно не хочу электро, я очень много езжу, много работаю, много езжу. У меня, честно, просто не хватает времени на зарядку. Здесь суперсовременный гибрид. Три двигателя. Один электромотор сзади, один электромотор спереди и один ДВС спереди, 2 литра с турбиной. Получаем полный привод. В гибридном режиме ДВС вообще не слышно. Он работает как генератор, но в спорт режиме рычит и звук приятный. Общая мощность 430 лошадей с расходом 7 литров, согласитесь, это круто. На чистой электротяге можно проехать, к сожалению, всего лишь 60 километров. Батарея на 18 киловатт часов и бак на 50 литров. За безопасность здесь отвечает компания Volvo. Кстати, машина построена на одной и той же базе с Volvo XC90. Разгон пушка. 5 секунд до 100 хватит каждому. Пневмоподвеска очень комфортная, отлично справляется со всеми неровностями. Даже в спорт режиме она мне не показалась жесткой. Клиренс регулируется по высоте 16-20 сантиметров. Рулится машина хорошо. Как для такого большого кроссовера очень достойная управляемость. Тормозной путь 36 метров. И это топовый результат для машины со снаряженной массой 2,5 тонны. Шумоизоляция, я скажу так. Уровень немецкой тройки, но так как и у всех, в принципе, китайских электромобилей. Шумоизоляция везде хорошая у них и здесь это не исключение. Но на скорости шумят колесные арки, как у японских машин. Давайте подведем итог. Если забыть, что существует Li-One, никакой другой гибридный кроссовер в мире за 60 тысяч долларов такого же размера не даст такие технологии и такую отделку салона. А если добавить, что этот автомобиль полностью на пожизненной гарантии, то все вопросы отпадают сами. Сэкономили чуть-чуть на мощности и на батарейки, да, но потратили эти деньги на отделку салона и музыку. Если понравилось видео, ставьте жирный лайк, бейте в колокол, чтобы не пропустить следующие видеоролики. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова